Сегодня я хочу рассказать сказку, наверное, даже не сказка, а раз сказка, если быть точнее, потому что это почти правда, про автомобиль, про мою любимую деревню и автомобиль в ней. Так и называется сказка про автомобиль. Жил-был автомобиль. Это была большая железная машина. Звали ее Буханка. Не потому, конечно, что она была из хлеба, а просто по форме немножко напоминала Буханку хлеба, поэтому ее все так и звали. Буханка была старая, стояла все время в гараже, у нее болел мотор, из которого протекало масло, болели ноги и колеса, потому что была плохая обувь. Когда ее заводили, внутри что-то стучало, звякало, фыркало, она уже почти совсем не ездила. И от этого было ей очень грустно, ведь когда-то она была очень важной и нужной. Она возила дедушку с бабушкой в храм, доставляла с полей сено и вообще выполняла очень много полезной работы. А теперь старенькая Буханка стояла в гараже и вздыхала. Она думала, что уже никогда больше она никуда не поедет. Ее сдадут на металлолом, наделают из нее крючков и иголок. И машиной больше ей уже не быть никогда. Но вот однажды в гараже зажгли свет. Пришел папа, вслед за ним прибежал радостный Матвей. «Папа, пап, а мы что, на самом деле будем Буханку чинить?» – спросил малыш. «Папа, на самом деле?» – сказал папа. «И что, она опять будет ездить?» – сказал мальчик. «Конечно будет. А ты научишь меня рулить?» – «Научу». И они начали чинить машину. Начало поставили на крепкие деревянные чурки и открутили все колеса. «Надо начать починку с них», – сказал папа, – «чтобы она крепко стояла на ногах». Они достали из полки новой резины, как покрышки, вместе с Матькой почистили, покрасили колеса, одели Буханку в новую блестящую резиновую обувку. Машина обрадовалась. Наконец-то она стоит ровно и на крепких ногах. Потом папа взял ключи для гаек и болтов, залез под машину и начал там что-то крутить. «Ой, – сказала машина, – не щекотно?» «Матька, ты слышал что-нибудь?» – спросил папа. «Что?» – удивился мальчик. «Да вроде Буханка что-то сказала». «Не, не слышал. Просто там что-то хряснуло и хрупнуло». «Ну, значит, не показалось». И папа опять стал раскручивать всякие железные штуки в Буханкином брюхе. Машина решила на всякий случай больше ничего не говорить. Вдруг она испугает папу с Матвеем, и они перестанут ее чинить. Папа вытащил из-под машины какую-то длинную черную железяку и сказал, «Смотри, Матвей, вот эта штука крутит колеса. Ее надо почистить, смазать маслом, правильно прикрутить, чтобы она хорошо работала». «Значит, делаем так. Ты бери щетку, ищай грязь, а я пока отключу гайки. А потом мы все это смажем маслом, соберем и поставим на место». Когда они все это сделали и поставили эту большую черную железяку на место, машина почувствовала, что у нее прибавилось сил, и она чуть-чуть пошевелила колесами. Папа внимательно-внимательно посмотрел на буханку и сказал, «Матвей, возьми-ка вот эти вот черки деревянные, положи их под колеса, а то, я боюсь, наша машина на радостях куда-нибудь уедет». Мальчик взял черки, положил под колеса, и машина пробовала сдвинуться с места, но у нее ничего не получилось. «Ладно», — подумала она, — «пусть делают, что хотят, лишь бы потом дали мне покататься». Папа открыл капот и полез в мотор. И тут буханка перепугалась, потому что без мотора машина не машина, а телега какая-то, сама ездить не будет. Но папа ковырялся в моторе, чего-то там откручивал, менял, прикручивал. А когда он вылезал из него, Мотька веселился. Такой папа был чумазый, весь черный и в масле. Папа строго говорил, «Мотька, дай мне ключ на 13». «Нет, этот на 15, а мне надо на 13». И опять залезал под капот и что-то там ковырял. Наконец-то закрутил последнюю гайку. «Ну все, Матвей, машину надо помыть», — произнес он. «И тебя тоже», — засмеялся Матвей. Они открыли ворота гаража, убрали все чурки из-под колеса и выкатили машину на улицу. «Ой», — подумала буханка, «я уже езжу, и ничего внутри меня не блямкает, это не стучит и не трещит». Папа с Матвеем помыли машину, помыли мотор, Матвей подвел к камину, и буханка стала чистой. «А теперь нашу машину надо покрасить», — сказал папа. «Но прежде надо почистить ржавчину, видишь, как много ее на боках». «Ах, это оказывается ржавчина», — подумала буханка. «А я-то никак понять не могла, почему у меня все время чешутся эти болячки». Папа принес шкурку вместе с Матькой, они стали тереть буханки на болячки. Нет, это не та шкурка, что у козы или у котика, мягкая и пушистая. Это особенная шкурка, бумажная, жесткая, сделана специально, чтобы лечить машину. И терли папа с Матькой болячки до тех пор, пока они не стали блестеть. Потом взяли особую краску, кисточку, и папа стал красить буханку. «Пап, дай мне кисточку», — попросил мальчик. Они аккуратно покрасили машине бока. Матька от усердия даже покрасила немного окошко и траву под колесами. Машина стала блестеть, как новая. «А теперь посмотрим руль. Там тоже, наверное, у машины что-нибудь болит». Покрутили в разные стороны руль, затянули гайки, привелив себя в порядок. «Ну что, Матька», — сказал папа, заняв водительское место, посадив мальчика на колени. «Давай научу тебя ездить. Смотри, вот это большое колесо называется руль. Когда ее повернешь, тогда машина и поедет. А вот это самая главная педаль, она называется тормоз. А я думал, что самая главная педаль — это газ», — сказал Матвей. «Потому что, когда на газ нажимаешь, машина быстро едет». Правильно сказал папа. «Когда нажимаешь на газ, машина едет. А вот когда нажимаешь на тормоз, останавливается. Но остановиться вовремя — это всегда важнее, чем быстро ехать». Матвей хотел поспорить, но передумал. Ну, раз папа сказал, наверное, это правильно. Ну вот, зальем в нее бензин, зарядим аккумулятор и поедем. Папа повернул ключ в машине, буханка завелась. От радости она стала моргать всеми своими глазками и лампочками, весело урчать мотором на разные лады. «Нет, так дело не пойдет», — сказал папа. «Лампочки должны не моргать, а гореть ровно, и только те, которые мы будем включать. Так что ты, буханка, перестань хулиганить, делай только то, что тебе говорят, а иначе я опять начну тебя чинить». Буханка испугалась и перестала шалить. «Ровно загудел мотор, не бегая, стали гореть нужные лампочки, теперь точно можно ехать». Мотька залез к папе на колени, они поехали. Они крутили руль направо, и машина поворачивалась направо. Они крутили руль налево, и машина ехала налево. А когда нажимали на газ, буханка летела вперед, как ласточка. И на радостях они катались так весь день. Съездили в город в магазин, в лес за дровами, взяли с собой собаку-кляксу-катарыжик и катали их по полям. Наконец все устали, и буханка тоже. Приехали домой, папа с Мотькой поставил машину в гараж. Мальчик никак не хотел из него выходить. Он первый раз в жизни управлял большой машиной, и ему это очень понравилось. Но вылезти пришлось. Выключили свет, и буханка осталась в гараже одна. И еще долго вспоминала прожитой день, вздыхая от удовольствия. А потом она заснула, и ей снились дальние дороги, длинные-длинные, они вели в разные концы света. Одна вела к морю, другая в горы, а третья дорога вела в лес. И во сне буханка мечтала по всем этим дорогам проехать. Так и жила буханка в гараже. Ее берегли, и выезжали на ней только в сухую и безветренную погоду. Ну, вдруг опять что-нибудь сломается. Буханка уже смирилась со старостью. Сны стало видеть больше старческие, про капитальный ремонт, да про запасные части. А вот однажды прибежал деревенский пастух. Помогите, кричит, спасите. Что случилось, сказал папа, скажи толком. Да коровы забрели на пересохший пруд за свежей травой, застряли в грязи, а сами выбраться не могут. Ну, как я тебе вытащу коров из грязи, я же тебе не трактор, удивился папа. Так вы же буханку починили. Буханка услышала свое имя и прислушивалась к разговору. Какие-то коровы, грязь, кого-то спасать. Папа посмотрел на Мотьку. Мотька тоже посмотрел на папу и серьезно сказал. Может, попробуем. Папа взял самую толстую крепкую веревку, завел в буханку. Пастух быстро, пока не передумали, запрыгнул в машину. Но туда же забрался и Мотька. Поехали. Пастух указывал дорогу. На пересохшем пруду коров уже совсем не было видно. Из грязи торчали только головы с рогами. Пастух добрался до ближайшей коровы, привязал к ее рогам веревку. Другой конец привязали к буханке. Машина осторожно-осторожно потянула корову. Та почувствовала помощь, сама стала выбираться из грязи и выбралась. Потом также вытащили вторую, третью корову, ну и все стато в конце концов. Буханка очень устала от этой работы. Выпила почти весь бензин. У нее даже поднялась температура мотора и стали слегка дрожать колеса. Но я все равно была радостна. Радостна от того, что она пригодилась для серьезного дела. Что Мотька с папой довольны сидят в кабине. А в эту ночь в буханке приснились дальние страны, моря, горы и широкие дороги, через которые переходили стада коров.